Танцовали две панеки, танцовали шефцы, Една други попидала, что и то, и те, Танцовали, не умели, Дети, дому, научте се танцовать, Дети, дому, научте се, Мы добрались до городка, который называется Глубоко, она тут в правой. Здесь проходит какой-то народный праздник, и уже слышится музыка. Что-то вроде праздника урожая или праздника вина, потому что сегодня здесь чествуют бурчак, так называемый бурчак. Это молодое вино, только-только начавшее бродить. А вот он и бурчак здесь, можно попробовать его, проинвестировать. Страшно, конечно, после всех этих рассказов про последствия от бурчака, но уж очень интересно попробовать. Какой-то очень-очень кислый квас. Но злоупотреблять нельзя, впереди непростой путь к замку. Как водится, строили их на холмах, чтобы был защищен. Да и вид отсюда прекрасный. Снова поднимаемся в гору, чтобы на этот раз увидеть белоснежный замок. Наконец-то мы поднялись к этому прекрасному замку. Он действительно производит впечатление. Правда, внутри, к сожалению, снимать нельзя, так что наговорюсь снаружи. Снаружи тоже есть на что посмотреть. Например, стены этого романтичного белого замка неожиданно украшены вот такими элементами. Фрагмент герба Шварценбергов тоже нашел отражение в дизайне. Вот ворон плюет глаз человеку. Потрясающая идея, дебиленную ручку. Все более чем серьезно при детальном рассмотрении. И уже не кажется, что эти стены могут быть домиком принцессы. Но, судя по этой двери, люди здесь были высокие. И дверь рабочая. То есть, ей можно открывать, закрывать. Все нормально. Ничего себе дворик. Вообще, конечно, они странные были все эти дворяне. Вроде бы замок такой весь белый, светлый, праздничный. И по стенам оленей головы. Вообще, конечно, прикольно. Живешь ты в замке, гуляешь себе среди белых каменных стен. Потом походишь в свой лес, убиваешь оленя, вешаешь его голову на стену замка. Это охотничьи трофеи. Популярно было такое развлечение в прошлом. Особенно, наверное, для тех, кто строил замок в лесу. Под каждой головой табличка с названием города, где было застрелено животное. Похоже, не только чешские копытные бежали в испуге, когда кто-то из Шварценбергов начинал греметь своим ружьем. Ну, бог с ними, с оленевыми головами. Мне здесь все равно нравится. Это был первый замок, который мы посетили в Чехии. Снимать нельзя, как оказалось, практически во всех. Поэтому я поставила себе задачу, ну, хоть что-то подсмотреть, чтобы показать вам, как они выглядят внутри. Я все-таки нашла незамурованное окошко. Буду говорить тихо, чтобы не спугнуть. Видимо, это какое-то техническое помещение, поэтому его и не скрывают. Смотреть там было не на штамп. Пойдем дальше, заглядывать в окошки. Может, повезет. Но, к счастью, не все окна замурованы. Там красивые люстры, какой-то ковер висит. В общем, симпатичный. У каждого есть свое представление о том, каким должен быть замок. Я предвкушала что-то особенное. Интересно, что же там внутри? Так странно, тут даже окна, стоит какая-то штука, что ничего не видно. Но я все равно скоро все увижу. А вот вам придется приехать сюда, чтобы посмотреть этот замок изнутри. Я думаю, он прекрасен. Надеюсь. Он, конечно, прекрасен. Но удивил меня больше тем, что никак не совпадал с представлениями о нем. Вот отсюда, с улицы, замок кажется очень светлым, таким возвышенным, романтичным. Кажется, что таким же он должен быть и внутри. То есть, там должны быть светлые помещения с высокими потолками, с какой-то такой праздничной романтичной отделкой. Но на самом деле, когда мы оказываемся внутри, мы попадаем в настоящий замок. То есть, там все деревянное. Деревянная резьба, украшения какие-то, деревянные рамы на зеркалах, на картинах. И еще такой интересный момент, кожаные обои. Так что там все сурово. И после прогулки по комнатам, оленьи головы на стенах внутреннего дворика и ворон, клюющий глаз турку, кажутся вполне гармоничными элементами. Плюс, замок строился, конечно, не как музей. Это был дом для семьи. Там меняли интерьеры, перестраивали залы, покупали новую мебель, заботились об уюте. В общем, не на туристов расчет, а для себя, на свой вкус. Ну, а сама экскурсия, ну, если честно, так себе. Во-первых, это был не живой экскурс, а вот это был аудиогид. То есть, никакой дополнительной информации, никаких особенных эмоций. И вся экскурсия состояла из такой скудной информации. Портрет того-то, написан тем-то в таком-то году. А там вот такое зеркало, с такой тараной. Ну, собственно, это все то же самое, что мы видели сами. Просто нам указывали на это пальцем, как говорится. Вот. Так что, если сюда приезжать, то на интересную экскурсию, к сожалению, рассчитывать не приходится. Зато красиво здесь вокруг. Прекрасный сад, прекрасный замок, прекрасный лес. Вообще здесь хорошо. Так сказочно, романтично. Такая история давняя. Столько всего здесь происходило. Сюда стоит приехать, как и в любое другое новое место. Есть к чему присмотреться и о чем подумать. Как вообще история может казаться скучным предметом в школе? Это же реальные люди, реальные события. Это куда интереснее, чем судьбы покемонов или хоббитов. Я не хочу никого обидеть. Плоды чьей-то фантазии тоже могут быть привлекательными для изучения. Но начать мне кажется лучше с реальности, чтобы не утонуть в идиллиях и наивном представлении о том, как должно быть. Мир, он всегда сурово жесток. За столетия в этом плане ничего не изменилось. Вот и романтичный замок оказался неприторно сказочным. Воздух просто потрясающе чистый, свежий, приятный. Наверное, нам все-таки с дождем повезло, потому что еще и влажный. Тут прям очень здорово, очень легко дышится и очень интересно гулять.